О таком экотуризме они мечтали. Шквалистый ветер с проливным дождем, силы обрушился на палаточный городок. Вода быстро подбиралась к детским кроватям, намочив матрасы, чемоданы. Резко похолодало почти до нуля. В отряде начался переполох, экстремальный отдых. Дети в ужасе снимали на телефон. Началась холодрыга и нас начали эвакуировать. Нас все-таки переселили. Мы, наверное, полчаса стояли в набитой людьми типа каюте, которая там называется штаб. Я бы не сказала, что это штаб, это скорее коморка какая-то. Организация, которая отвечала за размещение маткласса, решила уладить вопросы без шумихи. Перевели детей из палаток в корпуса, которые были уже заполнены другими детьми. Казалось, что на всех не хватает мест. То есть было продано путевок больше. Чем на самом деле было людей. К Татьяне, которая должна была организовывать размещение детей. С Татьяной мы общались несколько раз. Она говорила о том, что да, она сейчас не знает, что им делать. У них форс-мажорная ситуация. И всех детей они заселить не могут. Но обязательно что-нибудь придумают. И дети будут находиться в тепле. Одна из педагогов смены помогала переносить среди ночи спальники. И первая забила тревогу. Просит не показывать ее лица. Треть детей сюда пришлось. А куда их? Помещения нет здесь. Тут только корпуса. И детей просто начали в корпуса. Мы загонять. Я участвовала в этом. Но какие варианты? Вариантов у нас не было. В итоге 90 детей из палаточного лагеря еле уместили под крыши. Спали, говорят, в повалку. Без простыней и подушек. Кто-то в спальных мешках. Некоторые в шапках и теплой одежде. Родители покупали путевики, исключительно ориентируясь на картинки в интернете. То есть на то, что представлено на официальном сайте лагеря. Хорошие бытовые условия, пятиразовое питание, обширная образовательная программа. Но насладиться последним дети просто не успели. Все планы перечеркнула экстренная эвакуация, которую, кстати, припуганные родители узнали далеко не сразу. У многих детей нет. Телефонов и доступа на территорию тоже нет. Действуют ограничения из-за коронавирусной инфекции. Так здесь объясняют. Самые настойчивые дети все же сумели дозвониться до своих мам и пап. Те, побросав все, ринулись спасать своих чад за своими ланцовы. Приехали из Москвы в Кирскую область на каршеринговом авто. Администрацию можно попробовать, чтобы забрать своих детей? Вы тоже так же слушаете. Он тут скандалист. Охрана велела ждать, пока измученной долгой дорогой неизвестностью супружеская пара приходила в себя. В лагерь прибыл Роспотребнадзор с проверкой. Свою также начали в прокуратуре. В ходе которой выявлены нарушения санитарно-педиологического законодательства, связанных с организацией отдыха детей и их размещением в корпусах лагеря. По результатам проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных должностных лиц и приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, направленные на оперативное устранение нарушений прав, пребывающих в лагере несовершеннолетних. Знают о ситуации и в Министерстве образования региона. Все дети находятся в стационарных корпусах. Отмечу, что стационарные палаточные лагеря прошли все проверки до открытия. Условия содержания детей соответствуют всем требованиям. Из-за похолодания все дети палаточного лагеря были сразу переведены в стационарные корпуса и ни одной ночи не ночевали в палатках. За пару дней распрощались с таким отдыхом 40 человек. Пришлось даже срочно заказывать два автобуса. Но в лагере решили до последнего сохранить лицо. Все отрицают. А вот это что? А вот это как на полу, детки, ребят? Почему на полу? Ну, я вам показываю. Вот, смотрите, на чем они находятся. Ну, как это? Это что это вообще? Это получается столовая? Это, это столовая. Столовая, да? Нет. А что же? А там столы стоят. Ну и что? А у нас что, столов нет? Это что-то большая такая комната, что ли? Да, совершенно верно. На 35 человек? В ближайшее время в Шатри под открытым небом должны заехать еще 30 детей. При том, что лагерь рассчитан на 250 человек. Продано путевок на 315. Теперь главное, чтобы погода вновь не подкачала. А то нового приключения на лоне природы, ее первозданном, так сказать, виде, не избежать. Левтина Марченко, Иван Губин, Антон Кузьмин и Александр Михайлов. Телекомпания НТВ. Тверская область.